Ответная любовь. Тест всех влюбленных на НН-Радио. Мы пришли сюда, здесь в студии, наконец-то в полном составе. Всем привет. Всем привет. Ну что, до этого мы только одного Алексея видели, он тут отдувался за всех, как говорится. Я по телефону тоже отдувалась. Ну да, приходилось. Но все-таки как вот все у вас сейчас прошло? Вообще ожидали, что, может быть, таким образом дело повернулось? Ну, 50 на 50, как бы. Конечно, думали, надеялись, но... 50 на 50, это кто-то верил, а кто-то не верил. Нет, просто две же пары было, которые набрали больше. Вот ведь как. Ну вы обошли, на самом деле, у вас очень большая поддержка друзей. Мы вот здесь в редакции думали, гадали, как же все-таки выбрать лучшего, чтобы так никого не обидеть. Решили, у кого, собственно, поддержка выше, и это будет справедливо. Друзья, вот прямо сейчас начнем давайте разговор с приятного, потому что отдых в загородном клубе у нас, в загородном отеле был в качестве главного приза. Я его сейчас вам вручаю. Потому что не знаю, кому из вас отдавать, как бы. Спасибо мне. Да, вот будет Алексей. Приседящему. Да. А вообще, в вашей паре кто вот играет какую-то ведущую, может, роль? Кто что-то решает, принимает какие-то решения, там, додавливает и так далее. Есть такое? Ну, мне кажется, у нас все совместно так. Что-то она больше умеет, что-то я больше умею. Все время советуемся, поэтому у нас как-то, мне кажется, равномерно. Демократия? Демократия. Ну, типа того. Ну, Алексей думает, что у вас демократия. Я тоже так думаю. Вот хорошо как. Увидеть, кстати, наших победителей можно в группе ННРадио ВКонтакте. Там уже есть фотография, кстати, прекрасная абсолютно фотография. Ребят, у меня вот в руках анкета, которую Леша заполнял здесь, когда приходил в нашу студию. Он подтвердил уже подлинность всего этого. Ну, вот вопросы, на самом деле, самые разные. Начиная от опроса любимая музыкальная группа Алексея, причем правильно абсолютно у нас угадала Наталья, что Би-2, а вы как-то вот сразу музыкальными вкусами обменивались при знакомстве или как? Постепенно как-то вот все произошло. Но у нас схожи музыкальные вкусы во многом. То есть, вам любим рок такой вот русский. Я больше зарубежный, а он больше русский. А, вот, то есть у вас на этом фоне постоянно идут какие-то разговоры обмен музыкальным вкусом, как я понимаю. Ну, да. Ну что ж, Алексей, вот из тех вопросов, которые вот мы задали, да, в этой анкете, что, может быть, показалось самым тяжелым и на что, может быть, отвечать-то и не хотелось, а пришлось? Ну, неоднозначным, особенно вот что вопрос про кто лучше готовит. А, вот давайте-ка мы сейчас и устроим мощную ставку, потому что одно дело, когда у нас по телефону люди отвечают. Давайте, кто кого кормит чаще всего? Ну, я так скажу, по праздникам, вот, по каким-то торжествам я люблю девушку свою удивлять, готовлю, ей все нравится, а так по будням вроде как она. То есть, самая такая, у каждодневная работа, праздников-то меньше, чем будние, конечно. Да, как бы у меня, получается, более такие примитивные, ну, обычные, ежедневные блюда, да. Знаете, каждодневный труд, он самый важный, как мне кажется. Согласен. Сегодня, кстати, праздник. Чем будет Алексей удивлять Наталью? Ну, сегодня я, конечно, удивлю, но сначала мы посетим Робинзон. Ах, да-да-да, у вас же ведь уже историк наверняка там вас дожидается в студии сразу туда падить. И нас там тоже, наверное, чем-то удивляет. Наверное, наверное, очень хочется, чтобы и вас удивляли. Вообще, вот сколько вы уже вместе-то? Пять лет. Пять лет, то есть у вас пять дней Святого Валентина, наверное, да, уже как-то отмечалось? Ну да, ну да. Как у вас обычно это проходит? Сегодня пятый, да. Ну, у нас по традиции, я устраиваю романтический ужин, себя дома, приглашаю свою девушку Наташу. И так, тихо, в прекрасной обстановке, со свечами отмечаем этот праздник. Вот какого-то рецепта, не знаю, там традиции, определенности нет все-таки пока еще, да? Ну, так тихо, мирно дома отмечаете. Ну да, нам нравится. Вот кто-то, и даже среди наших слушателей, вот там дискуссия в контакте, вот День Святого Валентина вообще, чье это, кому, кто это будет праздновать? Надо все-таки или нет праздновать, как вы думаете? Ну, те, кто влюблены друг в друга, те, кто ценит свои чувства, они лишний раз, мне кажется, не пренебрегут таким праздником. Вот, а те, кто, ну или пока не нашел свою вторую половинку, или не очень-то хорошо, может быть, все со второй половинкой. Или не еще просто, может быть. Может быть. Они, конечно, не очень хорошо к этому празднику относятся, так озлоблены, я бы сказала. Вот сегодня всем озлобленным, друзья, в эфире «Нэн Радио» мы даем ответ. Победители акции «Ответная любовь» Натария и Алексей у нас в гостях. Ребят, у вас есть какая-то история? Потому что сегодня вот перманентно я также собирал истории знакомства, любви из жизни самых разных наших радиослушателей. Может, у вас есть такая история, которую бы вы хотели сейчас с удовольствием поведать нашим радиослушателям? Если хотите, конечно. Ну, мы, конечно, такую историю уже поведали, тоже нашу историю любви. Ну, наверное, необычным было то, что как бы сначала мой друг претендовал на Наталью. Ах, вот какой соревновательный момент. Соревновательный момент, да. Но я благодарен до сих пор своему лучшему другу, который в какой-то момент уступил мне даже вот так вот. Чисто по-мужски. Чисто по-мужски. А дуэль была, стрелялись там что-нибудь? Ну, было. То есть, на кулачках, да? Наверное, как я понимаю. На игровой приставке. Вот, друзья, джентльмен 21 века. Все решается на игровой приставке. Ну, и вот мы вместе с Натальей 5 лет. Спасибо. Нет, я вот на самом деле не знала про эту историю. А теперь знаете. Нет, вообще, в принципе, когда вот это все происходило, я просто думаю, почему-то вот Леша вдруг в один момент перестал мне писать. Я думаю, ну и бабник. То есть, вот смотрите, женская логика, да, значит, тут все благородно. Значит, один мужчина говорит лучшему другу, пожалуйста, значит, делай свою судьбу, а ему бабник в ответ. Ну, как так вот печально. Ну, а как вот так общаешься, общаешься с человеком. Договариваешься уже как бы о встрече, и потом поп и тишина. То есть, нужно, чтобы все рассказывали. То есть, если бы вот лучше вдруг Алексею все рассказали честно, было бы понятнее, да? Да, да. Вот как. Ну, я думаю, что Алексей-то честен, да, во всем теперь с Натальей-то, с этого самого дня. Ну, я стараюсь. Это самое важное. Слушайте, ребята, а у вас какие-то планы уже там на лето есть? Вообще, как вы проводите вот все свободное время, которое у вас как-то выдается, и которое вы можете быть рядом? Ну, мы постоянно активничаем, ходим на какие-то мероприятия, спортом занимаемся очень часто. Ну, а летом, летом любим на море ездить. Не знаю, как в этом году получится или нет, но планы есть такие. Хочется пожелать, чтобы у вас все планы на самом деле реализовывались. Потому что вы светите счастье, молодые, энергичные. Я вам завидую, честно говоря. В эфире НН-радио. Вы можете прямо сейчас обратиться ко всем, кто нас слушает. Пожелать всем всего самого хорошего. И я думаю, вашим позитивом, вашей энергией, вашей вот этой историей зарядятся все наши радиослушатели. Пожалуйста. Я желаю всем радиослушателям НН-радио, чтобы вы нашли все свои половинки, чтобы любили друг друга, слушали друг друга, прислушивались, проводили больше времени вместе. Ну и чтобы у вас было всегда все отлично, хорошо, весело и, конечно же, всем счастья. Что добавит Наталья у нас? А я хочу пожелать всем выигрывать побольше подарков на НН-радио. Ура! У нас их благ очень много. Ребят, вам спасибо еще раз. И я думаю, что отнюдь не лишнее прямо сейчас в нашем эфире будет послушать группу Би-2. Давайте. Спасибо. Ну что ж, победители нашей акции «Ответная любовь» на НН-радио. Алексей и Наталья были у нас в студии. Фотографии, ребят, уже есть в группе НН-радио ВКонтакте. Ну а сейчас давайте Би-2, что ли. Хорошая же группа, правда. Ответная любовь. Тест всех влюбленных на НН-радио.